В Твери продолжаются экскурсии для школьников, ведущие компании города. На этот раз ученики 7 класса средней школы номер 53 познакомились с работой технологического центра, где работают программисты, системные аналитики, дизайнеры и другие специалисты IT-сферы. Наталья Чекет продолжит. Во время экскурсии специалисты компании рассказывают и показывают, что работа сотрудника IT-сферы — это не только программирование. Оно включает в себя множество других совершенно разных направлений. И всегда есть выбор, чем заниматься в дальнейшем. Как отмечают представители компаний, те ребята, что выберут для себя сферу IT, точно будут востребованы. Цифровизация касается абсолютно всех сфер. И те ребята, которые выберут для себя это направление, они совершенно точно будут востребованы. Потому что мы это видим даже по количеству запросов от наших клиентов на IT-специалистов, по возросшему количеству, например, тех же мест в вузах, возросшее количество потребностей в студентах на факультетах информационных технологий и так далее. Поэтому это реально то, где ребята смогут себя найти. Школьники познакомились и с форматом работы компании. Сейчас в Тверском центре работает 550 сотрудников. Кто-то в офисе, кто-то удаленно. Кстати, некоторых ребят впечатлило само место расположения офиса. Я таких особо зданий в своем городе вообще не знал. Впервые сейчас тут сижу, когда не думал, что у нас такое есть. И, конечно, после всех презентаций и экскурсий по офису у ребят возникло много вопросов. Например, сколько зарабатывает программист, какие необходимо сдавать экзамены, а также какими качествами, профессиональными и личностными должен обладать специалист сферы IT. Все зависит от направления, наверное, от профессии, которую ребята выбирают. Если мы говорим, допустим, о программистах, понятное дело, им нужны хорошие математические базы, способность мыслить логические, творческие способности. Если мы говорим об аналитиках, то тут, конечно же, коммуникативные качества очень сильно важны. Внимательность, ответственность. Наверное, то, без чего никак нельзя работать в этой сфере. Развитие системы профориентации и занятости молодежи на территории Верхней Волжья – задача, поставленная губернатором Игорем Рудений. Необходимо, чтобы молодежь чувствовала себя востребованной и вовлеченной в процессы на родной земле. Чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории, считает глава региона. Продолжение следует...